Екатерина Георгиевна, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Хочу еще раз сказать то, что вот за кадром я вам сказала. Я очень люблю вашу дочь Машу. Это просто необыкновенный человек, помимо того, что она раскрасавица. Вот хороший человек, это так важно. Это просто вот... Она духовный человек. Да, так и есть, так и есть. Вопрос вот такой самый мой первый. У вас были какие-то необыкновенные родители, совершенно необыкновенные. Папа, академик архитектуры, человек, прошедший всю войну. Мама, необыкновенная совершенно, красавица. Расскажите о них. Папа был рожден от бабули и дедули. Дедушка служил в царской армии. Во время Первой мировой войны бабуля, полька, когда она попала на территорию России, она вообще по-русски не говорила. Муж ее погиб, а воспитывал дедушка, был папиным отчимом. Папа был, даже был, я не могу говорить до сих пор. Так красив внутренне и внешне, это все вот просто сплав. Был очень аскетичен, очень аскетичен. В быту? Да. Ну, ни машин, ни дач, это все... Нет. Коммунист. Коммунист, да-да-да. Да. Отец воспитывал меня в искусстве. Он, например, когда я была маленькая, давал мне большую толстую энциклопедию. И сам писал, а мне давал ее листать в три года. И я, значит, это листала, заодно какие-то картинки. И мама всегда говорила, ну сколько она у тебя часов листает? Он, ой, да, уже 4 часа. Потом он начал меня учить, он мне ставил симфонические пластинки. Это было три композитора, в основном Чайковский, Моцарт и Бетховен. Я знаю, что вы дирижировали. Ну, вот эта вот кисточка, она, может быть, не такая? Да, и поскольку он еще и художник, у него были колонковые кисти, он мне давал самую тоненькую, ставил меня такое было полукруглое, деревянное, красное, облезлое кресло, которое он с войны притащил. Привез, ага. Да. И я дирижировала. Но для начала он мне поставил все эти диски, и я их слушала, и особенно Чайковскими я надрывалась от слез все время. И когда мама приходила, говорила, ну что ты так плачешь, мама спрашивала. Я говорила, потому что тут зло борется с добром. Это я сама говорила. Это вы слышали из музыки. Да, да, да. Это шестая симфония Чайковского. У меня вставал вопрос в детстве. Где Чайковский? Он умирает, и что такое? Ну, там они объясняли, естественно, мне как-то. Его не будет никогда. Нет, он вечно, но он в другом месте. А он мог не умеет вопроса, не умереть, а доставала просто. И потом, когда сажали ночью на горшок, ставили на кроватку, и к стенке меня сажали, я начинала рыдать. Моззарт умер, или Бетховен умер. И надрывалась слезами. Это постоянно было. Потом у меня годам к шести вызрела мысль, а вы умрете, значит? Родители. Мы умрём. Только у мамы, конечно, очень аккуратно это. Когда ты вырастешь, когда ты будешь на ногах, когда у тебя будет своя семья. Нет, нет, нет и нет. И я шла на научный эксперимент. Мне дали деньги на зефир рядом в палатке. Я пошла через Кутузский проспект в книжный магазин, и решила купить её. Фантастика. Да, такая зелёная. Я только хотела сказать, зелёная. Ой, мамочка. Точно, и такой же год, наверное. Ой, это фантастика. И причём она у меня пропала. Я спросила, где учат папа про жизнь человека? Он говорит, ну, биология. Я пришла, говорю, дайте мне продать биологию. Они говорят, у нас есть микробиология. Это для маленького размера, я спросила. Они сказали, да, для маленького размера. Дали мне микробиологию. И я потом пришла, он говорит, господи, что это такое? Зачем ты это принесла? Папа, теперь ты мне купи микроскоп. Ага. А что ты будешь делать? А я уже писала там с пяти лет, потому что уже и немецкий, и по-английски я говорила лучше, чем по-русски. В результате, значит, о чём я говорила, я взяла этот микроскоп и писала наблюдение за ластиком. За жизнью ластика. Ага. Я говорила, вот я на этом примере, я хочу вам спасти жизнь, продлить вашу жизнь, чтобы вы никогда не умерли. Взяла ластик и начинала рассуждать, что вот он только начал жить, его только родили, он весь чистенький. Новенький. Не лохматый, новенький. И потом я начинала стирать, и постепенно наблюдала, пока я его не стёрла до нуля. Ага. Всё, вот тут он должен умереть. Тупик опять, слёзы, потому что я не могу его сделать. Да, что делать-то, конечно. Да. Но поразительно, что потом мне говорили мои духовники, что так ты всё-таки продляешь жизнь родителей. Ты о них молишься в вечности. Конечно. А потом мамочка вообще через меня пришла. Я первая пришла. К Богу? К Богу. Потом мама. Вот она, моя любимая. А какая она была красивая. Вот, мама была актрисой театра Гоголя. Папа писал с утра до ночи, у него горел свет, а мама играла в театре, и ночами она шила и вязала, как Диор просто. У неё руки были бриллиантовые. Она готовила потрясающе. Она могла починить стол, обувь, магнитофон. Она чинила мебель. Актриса? Неужели? Вот интересно. Она была сиротой. Она прожила очень тяжёлую жизнь. Она осталась где-то с 5-6 лет сироткой. И она стала в услужении у родственников, которые ещё плюс обокрали. Отняли дом, папы, драгоценности, всё. Она мыла, стирала, её плохо кормили. Вся жизнь была слёзы. Она приехала из Днепропетровска после войны в Москву. Поступила в Вахтанговскую школу, в Щукинскую. Она училась на одном курсе с дядей Мишей Ульяновым. Папу она встретила в троллейбусе. Но настолько они были ослепительно красивы оба. Оба, да-да-да. Что произошёл такой шок, и потом такой бло-ап. И вот он длился до конца. Хотя жизнь, взаимоотношения были сложными. Всегда пытаюсь избежать этой ситуации в рассказах, потому что они развелись. Но у меня нет такого, что я за что-то могу не любить отца. Чего-то осудить, да. Тем более они сейчас там. Поэтому потом мамочка уже тяжело заболела. Очень тяжело. У неё был инсульт тяжелейший. И как-то потом ей сформулировали этот вопрос. Человек, который на это имел харизму и право, что, Раиса, если ты уверуешь, ты будешь жить ещё очень долго. Хотя инсульт был, несовместимый с жизнью были. Да, тяжелейший. Какие-то, Екатерина Георгиевна, у вас были детские обязанности дома, которыми вас мама нагружала? Полы протереть? Нет, была няня. Вот ручками-то, ручками, как мама. Ручками, да, да. Я вязала шарфик, который я вязала лет 10. И закончить не могла. Не как мама. Да, не как мама. Но уборки она меня научила делать. Основная была борьба, чтобы я не раскидывала деньги. Ее по сей день, кстати. Раскидываете, да? Да, даже Андрей Александрович, он говорил, что у нас там, сантиметры есть денег? Ну, когда приносили, клали в секретер. И вот было там 8 сантиметров. И вдруг там за 3 дня... 5, да, стал сантиметром. Да. Тут же. И там было так же. Как только ко мне попадали деньги на масло в палатке или на пастилу, всё сразу... Ну, не в этом дело. Конечно, я помню уборки. Особенно, когда мы с мамочкой вдвоём жили. Я их делала первоклассно. Потому что мама во всём была абсолютно идеальна. Идеал. А бытовая какая-то была обязаловка? Когда я садилась за стол, меня особенно тут папа блюл, потому что, значит, я вот так потянуться не могла. Встань, обойди, возьми, поставь, наложи, а потом отнеси на место. Или я начинала подчавкивать. Так, сейчас ещё одно замечание. Обед пропущен. И вот приборы, всё. Это он аристократ был абсолютный. Я была просто скелет. Анатомический скелет. Я вообще и сидела с котлетой. Потом её тихо прятала под кровать. Когда кровать отодвигали, там лежало море трупов котлетных. И это было невозможно накормить. Просто. Но отец в этом был. Какая-то духовность была даже. Потому что потом мне мой духовник, великий старец говорил, никогда насильно не кормите детей. Никогда. Потому что они потом будут есть, не зная меры. Вы стараетесь понять его энергетику, а не давить. Вот папа так, не хочешь, до вечера ты не будешь есть. Да, да, да. До следующей еды. И я бы и не ела. Но мама с ней они туда. Вот в этом он был строк. В этом потом слово хочу, могу, не хочу. Он говорит, наведи порядок между этими словами. Например, он меня спрашивал. Вот сделай это. Не хочу. Он говорит, не хочешь или не можешь. Я начинала думать. Задумываться, да, да. Потому что не хочу, это эгоистический момент. Это не значит, что я этого не могу и что это не надо. Я приходила и говорила, я всё-таки поняла, что я просто не хочу. А надо это? Надо. А можешь ты, попробую. Вот такие были беседы, да. Всё время. Сладости он мне не разрешал. А мамочка, она наоборот, она была, она всё для всех. И когда она мне нагружала там кулёк с конфетами во двор, я выходила, она смотрела с балкона. Меня окружали сразу детишки, все же бедно жили очень. Ну, конечно. И я начинала эти конфеты раздавать. Потом я всё раздавала, смотрела пустой, себе не осталось. Мам, кинь ещё. Она мне кидала следующий пакет. Вот так было всё время. Но любимое моё место было в детстве. Это к сороковой магазину у нас на Кутузовке, там в переулках, где всё время нищие сидели. Но нищие были какие-то совершенно другие, я так понимаю. Тогда не страшно было ничего этого, да. Я всеми на курточках сидела там. С ними? Слушала, что говорят? Нет, да, что они говорят. Высматривала, задавала кучу вопросов. И это общение заканчивалось тем, что я приводила этих нищих домой. Понятно. Это прямо островский. Абсолютно. Это прямо островский. Мама, он теперь у нас будет жить. Одна и та же картина со всеми. Мама, значит, вздыхала, ну, проходите, всё. Говорила, Катя, ты же понимаешь, что это невозможно. Что-то она мне говорила. Тогда он будет мыться сейчас у нас в ванной. Говорила Катя. Да, и после этого будет обедать. А учились хорошо? Училась хорошо. Я не была круглой отличницей, но я была пятёрки-четвёрки. Фортепиано в течение 10 лет. Английский, немецкий. И рисунок. Это папа уже нагрузил. И готовил меня всеми к архетикам. Ну, это прямо вот такое дворянское воспитание. Ну, тогда мы этого не знали. Мы не понимали, конечно, но это прямо интересно. А какая-то компания девчачья в школе существовала? Или неслась сразу вот домой к своим нищим? Домой неслась, да. Я помню, как мне ухо рвали до крови на уроках литературы. Это я помню. Он мне выкручивал, у меня стекла кровь каждый раз. Помню, как дралась по химии педагог. Я обижала всех. А вот какой-то такой, того, что я получала от мамы, я никогда не могла это увидеть. Потом у меня осталось от школы ощущение какого-то суда всё время. Это дети делали. А может быть, во главе с каким-то педагогом. Вот я знаю, что многие от этого не хотят даже вспоминать. Школу, да. Про советскую школу, понимаете? Потому что это было против кого дружим. Вот такая система была, да? Ну и когда я что-то не то делала, или на меня могли придумать, или я действительно кого-то обижала, то мама никогда не держала мою сторону. Я не могла рассчитывать на какую-то адвокатуру, когда её вызывали в школу. Она всегда слушала, постаралась войти в ситуацию этого ребёнка. Обиженного. Да. Предлагала мне своим потрясающим грудным голосом попросить прощения. Я просила прощения, губы дрожали тогда, когда я не виновата была. Не виновата, да. И когда я приходила домой, я говорю, я же не виновата, я этого не делала, это она сделала. Мамочка мне всегда говорила, значит, ты спровоцировала своим поведением, вызвала этого человека на то, что он так сказал. Это меня и Маша говорит. Когда я начинаю говорить ей, например, вот этот человек неправ в разговоре со мной, например, она говорит, мам, не будь провокатором тогда. Всегда виновата ты. Ну, я сама это приняла. У меня по сей день во всём виновата я. Я себя так ощущаю. Да, да, да. И начинаю анализ с этого всегда. И это мне замечательно помогает. А как из этой девочки сложилась актриса? Вы же поступали-то в Институт иностранных языков. Да, я училась в Инъязи имени Марис Тореза на переводческом факультете. И поскольку мы с мамой нуждались, я пошла работать ино-корреспондентом в Министерство внешней торговли. И потом, когда папа с мамой уехали, папа где-то читал лекции, а мама на гастроли. Я поступила в Амхат. С умом. Не предупреждая. И я не могу сказать так вот как, что во мне это было. Ну, что-то кривлялось перед зеркалом, что-то показывал, набрасывал на себя. А это было, мне кажется, так малозначительно, что я этого даже много не помню. Не помню, да-да-да. Только почему-то вдруг я позвонила маминой подруге, тёте Гали Мальковой, с изумительно лёгкой какой-то элегантностью человек. И она начала со мной заниматься головой из Евгения Онегина. Я потом в Золотой фонд меня записывали. Потому что это так в меня... Меня это просто пронзило. И я потом всю жизнь могла это читать. Я поступала в Ахтанговское. Там мама училась. И, соответственно, да ещё такая красивая, статная. У меня за внешность сразу с первого тура на последний. А мне это так не понравилось. И я пошла в Амхат. Я написала папе телеграмму, маме телеграмму. Ура, я принята в Амхат. Какой Амхат, что? Ой, ужас. Они приехали, мама уже так вошла. И папа тоже. Принято в Амхат. И без документов я училась первый курс в Амхате. И в конце мне вдруг вызывает Вениамин Захарович, да, мысленский, и говорит, тебе не кажется, что пора принести документы? Ты решила? А мне за это время предложили уехать в Канаду на три года. А там в Анъязе? Да, в Министерстве иностранных дел и внешней торговли. И я вот так в Канаду ехать на три года. Или, конечно, в Амхат. И я забрала документы. Пришла, их отдала. Но, надо сказать, у меня было скверное чувство в этот день. Не знаю, может быть, предчувствия были какие-то. Потому что я и теперь понимаю, что я не должна была быть там. Актрисой? Да. Хотя я и преподавала в детстве. Я ставила все время, была, конечно, вокруг театра, потому что я брала свои всякие сказки на английском. Там «Золотое кольцо», например. Делала из нее пьесу. И ставила спектакль, да. В спектакле у меня все роли играла соседка по личной клетке, дочка дворника. Тонечка. Она была главной актрисой. А зритель была моя тетя Нюша, моя няня. Глухая. Наступал спектакль, мы тетю Нюшу сажали на стул, а она все время засыпала. Мы брали щетку длинную с Тонечкой, и мы ее туда двигали под сцену. И будили ее, растачивали на этом стуле. Вот, поэтому для меня... Потом я уже у мамы в театре бывала все время. Поэтому это всегда было обычным. Ну да. Вот я осталась в Амхате, где я проучилась, где я узнала много потрясающих вещей. Тогда эти педагоги, Василий Петрович Марков, Евгения Николаевна Морес, маленькая очаровательная женщина, с папиросой, с большой... Я теперь понимаю, это было серьезное училище. Нас учили подходить ко всему на молекулярном уровне. То есть это не было просто там... Заводись и делай что-нибудь поэнергичнее. Да-да-да. Нет. Потому что я приходила на репетиции дяди Вани, где я Елена Андреевна делала. Я приходила на эту репетицию... Это в студенчестве еще, Елена Андреевна? В студенчестве, да. Сидит Алла Константин, на которой ей уже было очень много лет. Ножками болтает, как девочка. Румяная вся, причем не намазана румяная. А мы такие все сонные. Вставать трудно в молодости, да? Да. Приходим, эти прически пошли только эти. Да, я в красных этих. На колбутках. Она говорит, на трапецию, что ли, сейчас пойдешь с утра? И мы такие вялые. Она говорит, я уже... Она каждое утро проходила со своим мужем почему-то 11 километров на лыжах. С ума сойти. Они жили за городом. Представляете? Она, я уже 11... И она действительно вся... Да-да, разрумяниная, свежая, да. Мы такие все приходили, чулиды. Меня потрясало и осталось со мной на всю жизнь это ощущение. Потому что в этом есть и психология, и воспитание. Она, например, когда репетировала мою сцену с Астровым, ну, любовную сцену, да? Да-да-да-да-да. Вот у меня были такие глаза большие, я вот так вот лупила глаза на Астрова. То есть, дескать, я люблю, и поэтому я смотрю на него. Не отрываюсь. Не отрываюсь. Да-да-да-да. И она все время мне говорила, ну, что ты лупишь свои глаза, как корова? Что ты стоишь так? Во-первых, если тут горит, то ты не посмотришь. Она говорит, надо... Вот он вошел, тут все заиграло. И поднимая глаза, преодолевая это расстояние до его глаз постепенно. И когда уже ты подняла, то такой всплеск будет. А не сразу он вошел, а ты уже готов вот с такими глазами. Да, уставилась, да. Она учила вот по деталям. Даже в манере говорить, как она... Они нам говорили, что у больших артистов большие паузы. Но это не пауза, когда... Ну да, человек сидит, как колода, и молчит. Да-да. А это когда думаешь. Думаешь, да-да-да. А я говорю, ну как, а зрители же будут засыпать в эту паузу? Она говорит, нет. Вы возьмите их, а потом начнете думать. Все, говорит, будут вот так. И ждать, когда вы прерветесь. И тогда то, что вы скажете после этой... Сейчас никто так не учит. И если бы я хотела, например, быть связанной с театром, я бы захотела преподавать так, как они преподавали. Я понимаю, да. Вот это вам не осталось. У нас есть фрагменты спектакля «Таланты и поклонники», где вы играете. Это, по-моему, еще вы студентка. Да, это было в конце. Но уже это театральный спектакль, не студенческий. Конечно. Посмотрим? Ну, я с удовольствием. То, что ты говорила, так и надо жить всем, так и надо. А если вдруг талант, если впереди ждет слава, что же мне отказываться, а потом плакать и убиваться всю жизнь, если я родилась актрисой, Петя? Разве таланты и разврат нераздельны, Саша? Да не разврат! А какой ты? Не понимаешь? Не хочешь понять? Я актриса. А по-твоему, мне нужно быть героиней какой-то? А разве всякая женщина может быть героиней? Я актриса! Даже если бы я вышла за тебя замуж, я бы ушла от тебя. Ушла на сцену. На сцену хоть за маленькое жалование. Только бы там. Там на сцене быть. Разве я могу без театра жить, Петя? Все такое. Почему пошла-то? Вам 23 года в этом отрывке, да? Да, очень плохо. Чудовищно плохо. Плохо? Да. Даже не потому, что мне театр противен, а потому, что это чудовищно то, что я делаю. Да? Нам кажется, что нет. Нет, нет. Это катастрофа. Екатерина Георгиевна, смотрите, маленькая девочка, молоденькая, да, режиссер берет крупный план все время. Это редчайшая редкость. Мы все знаем все про молодых артистов, которые в патетические моменты, которых всегда перекрывают партнеры, понимаете, да, более опытные. Да, да, да. Или их отворачивают от камеры, потому что они ничего этого сделать не могут. А вы можете. Почему вы говорите, что это ужасно? Понимаете, я не знаю, на меня было столько сил потрачено. Меня пригласил Андрей Александрович Гончаров, необыкновенного дара человека, и он бы никогда не позволил, чтобы это так было. Но это был не его спектакль, это ставила Кнебель, Мария Васильевна, это была последняя работа. Играла Мариана, по-моему, Яблонская эту. А ей не удалось сыграть премьеру, потому что Гончаров ее снял просто. Пришел в студию на четвертом курсе. А до этого, когда мы играли Фигаро выпускной, я играла Розина, это мюзикл был, меня увидел Плучик, у которого уже шел этот спектакль Фигаро, и он сказал, чтобы я была у него как бы вот так. Ты уже ко мне после четвертого курса. Абонировал как бы он вас. Да, да. Но в результате Гончаров перебил. То есть получилось, что я, не предупредив Валентина Николаевича, пошла в театр Маяковского на эту роль. Гончаров человек был такой трудный, непредсказуемый. И вот вам, девочке молоденькой, с ним было не страшно? Когда я видела, как он разговаривает с другими многими артистами, я смотрела и думала на этих артистов, как они могут это пережить. Выносят, да-да-да. Да, да-да-да. Но просто он со мной был очень нежен. Просто как с писаной торбой возился. Он мне приносил сам какие-то фрукты в гримуборную, в воду, просил, чтобы никто не входил, мне не мешал. То есть он что-то в вас видел? Видел, да. Когда брал, он на меня очень много задумал. Но потом он дал мне роль Марии. Это такая молодая женщина, стала секретарем парт-организации стройки сибирской. И я начала это репетировать, у меня ничего не получалось, потому что, ну где с моим детским голосом он был таким? С глазами с этими. Надо сыграть. Он говорит, что это руки мне мешают. Эти руки такие тонкие, что это у этой женщины должны быть другие руки. Я думаю, ну неужели снимет, слава богу. Нет. Напульсники купите. А, утолстите. Да, купили напульсники, надували их, и у меня рука отекала. Вот это руки. А я не могла бы с этим ощущением отека. Прям надувалась. По пальцу, да-да-да. Вот все. Ужас. И тут я сказала Будя. Я пошла к Плучику, а меня параллельно утвердили в 17 мгновениях. Потому что Татьяна Михайловна посмотрела «Таланты и поклонники». Таланты и поклонники. То она же что-то там увидела, Екатерина Юрьевна. Нет, она увидела очень много, но она может сделать. Может использовать в полноте. А не просто там перебирать мизансцены, чтобы не столкнулись с носом. Понимаете? А я не знала, что она появится в моей жизни. Меня пригласили пробоваться на «Азоре здесь тихие». Вот на одну из девчонок? Станислав Ощер-Асццкий. Да, на Риту Асянину. Пробовали. Он говорит, нет, неубедительно. Я не вижу, что ты можешь держать оружие, что ты можешь убить. Не вижу. Работали. А как потом мне рассказали, Татьяне Михайловне сказали, вот вы смотрели «Таланты и поклонники», вот там героиня пробуется у Ростовского. Он меня опередил привезти ее сюда. Группа была в одном коридоре. Я выхожу после репетиции «Зори здесь тихие». Меня хватает какой-то маленький человек. Пожалуйста, пожалуйста, без вопросов. Сейчас вот на секундочку. Вводит меня в группу. Там сидит Татьяна Михайловна маленькая. И сидит просто сияющей красотой Вячеслав Васильевич Тихонов. Благородством, аристократизмом. Какой-то скромности невероятной. Поверьте, это была большая красота этот человек. Она говорит, так она умеет. У нее все пальцы, руки указательные. Она умеет посадить и говорит, читайте. Я говорю, что? Я же пробуюсь у Ростовского. Она говорит, нет. Ну что это за абсурд? Ну скажи, там одни девки. Один мужик и то наполовину не мужик. И все лето в болоте сидеть. А у нас Германия, Тихонов. Ну одним словом, она меня усадила читать. Мы прочитали, а так. Многие говорили, что мне нужно было мультики озвучивать в то время. Потому что голос у меня был совсем тихий и детский. Ну и она сказала, утверждена все. Идите снимайте мерки. Все там. Парик проверьте. Эту всю историю обсудите. Мне пока... Что? Это все за 15 минут произошло. Да, да, да. Ну, она сказала, Слава, ты основной удар нанеси. Типа того, что там обаять. Но он на это не был способен. Он был очень искренний. А Леозного страшное на площадке? Ведь, наверное, ужас. Все пальцы указательные. Все пальцы указательные. И с другой стороны она бы не сделала кино. Такое, конечно. У нее главное. Редко кто может. Артист на площадке. Царь и бог. Они наоборот. Неужели правда? Царь и бог. Она так. Сколько у тебя есть, она говорила, оператор пленки на сегодня? Она 300 метров. Ну, это очень много. Вот пусть она играет все 300 метров. Не останавливайте. А я выберу, что я возьму. Я говорю, а что мне играть? Что хочешь? Вот входи, делай. Главное, вот эту задачу выполнить. Делай, сколько считаешь нужным. Ты приходишь на съемку. Особенно я такая вся, да? Первая роль в кино. Вот такие звезды вокруг. Да, вот ужас там, боже мой. И Три Тихонов, и Три Вердиев, и Табаху. И Евстигнеев. И Евстигнеев. Пляд. Это вообще. Броневой. Гавр. Куравлев, да. Это ужас просто. И вот она говорит, делай. Пойди сделай. Пойди сделай, да. Что делай? Я не знаю камеры, я ничего не понимаю. И подходит ко мне оператор сразу и говорит, Катенька, давайте договоримся. Вы должны в результате этого крупного плана оказаться вот на этой точке, они крестом ставили. Не глядя на эту точку, вы должны ее прочувствовать и остановиться. А я делаю все, останавливаюсь. Но, пожалуйста, немножко подбородок вправо, но вы его чуть-чуть вывернете. Плечо это опустите, и глазки туда. И при этом начинайте играть. Вы должны начать сухими глазами, а в конце заплакать. И тут крик Леозовый каждый раз. Ну-ка пошли вон! Вот давай она будет ходить где хочет, а ты будешь ее ловить с камерой. Не подходить к артисту во время съемок. Вот это было главное. Почему такой успех со всеми артистами, со всей игрой? Она говорила, мне не нужна такая точная разведчица, которая сразу видна. Мне нужна клюква. Клюква, она так и говорила. Клюква. Клюква очень женственная, конечно, которая жизнь за отечество отдаст, но не без этого вот советского пафоса разведчицы, да. Чтобы это вот тут держало зрителя, да? Екатерина Георгиевна, так ведь и держала. И вообще я не понимаю, что, собственно, происходит. Я еще очень слаба. Я думаю, что это недоразумение, которое скоро выяснится. Мой муж офицер. Инвалид войны. Бросьте. Ваш радиопередатчик у нас. Радиограммы тоже у нас. Они расшифрованы. Это доказательство, которое невозможно опровергнуть. От вас потребуется только одно. Ваше согласие на совместную работу с нами. И я вам советую согласиться с моим предложением. И, во-первых, рассказать все, что вам известно. Пусть вам известно очень немногое. И, во-вторых, принять мое предложение и незамедлительно, в течение этих двух-трех дней, начать работать на нас. Штилиц говорил отрывисто, четко и громко. Достаточно громко, чтобы его хорошо было слышно тем, кто сейчас мог его слышать. Он старался подготовить Кэт к тому, что самое главное он скажет позже. Он видел, что Кэт это поняла и ждет. Я живу за счет этого фильма, если говорить честно. Понимаете? Даже в советские времена. Я не говорю о том, что там звонил Брежнев, и они раздавали пачками ордена. Но народ-то как относится? Мне присылали грибы и варенье, сало, деньги слали. Да-да-да. Всем хотелось вот-вот. Оберегать, опекать, помогать. Магазин прихожу, везде очереди мне показывают. Иди туда-туда, туда иди. Там меня уже ждут и меня наваливают. Виктория Георгиевна, я очень хотела спросить о вашем видении семейного уклада и места женщины в семье. Вы, когда рассказываете о семье вашей, о том, что, я не знаю, Андрей Александрович был человек очень требовательный. Что-то он салфеткой крахмальной протирал полки, чтобы не было пыли. Вы это все принимали как единственно правильную вот эту систему координат. Это выработанная позиция? Или вы с ней родились? Нет. Во-первых, вот то, чему он меня научил, это со мной до сих пор. Вот как он говорил, ставит чашку, так я до сих пор ставлю. Потому что, вот если просто лежит тут, что эта книга сделает тут? Почему она тут лежит? Ну, она вот мне принесли, она лежит. Ну, отнеси на то место, где она должна быть. Причем люди слушают, они понимают, что... Какое заноцство. Он при этом был потрясающий. Он умел это говорить, и с ним нельзя было поссориться никогда и никому. Я понимаю, да. Это очень редкое качество. Очень редкое. Он ни одного слова за жизнь не сказал ни про кого плохого. Никогда никого не осудил. И когда из моего ротика, как он говорил, вылезают всякие осуждения моих, там, наших коллег, он сказал, Катенька, это ты с ними в одном цеху. И не смей говорить ничего плохого. Грандиозный в этом был. А у женщины какое предназначение, Екатерина Георгиевна? Вот с вашей точки зрения. У женщины величайшее. Конечно, он должен быть главой и добытчиком, я согласна, но он должен так любить ее, как свое тело. А она должна, естественно, растворяться в нем. Даже когда муж неправ, надо принять его, не унизить его спором, принять его точку зрения. И если ты это сделаешь, никогда не будет плохо. Потому что Господь, который сильно может влиять на что угодно, он все равно сделает, что будет прекрасно за твое послушание. Я не могу сказать, что я так жила. Я его просто не сразу, но потом очень любила. У меня вообще было ощущение, что я его родила, что это мой ребенок. И так же вот там что-то, у него царапинка, я начинала доходить. Для меня он был просто, ну, принц с горы. Я не знаю, что это было. Но, конечно, самый страшный мой вызов был, это когда я подала на развод и осуществила его. Несмотря на все обстоятельства. И свекровь, и свекр мешали этому. И он сам до конца жизни. Это было неправильно, конечно. Он выполнял все, Андрюша, все, что полагается делать в браке. Он был научен папой и мамой. Мария Владимировна была грандиозной женой, матерью, и вообще в браке. Она была просто безукоризна. И она его учила многому. Ну, конечно, в основном мне, к сожалению, не духовному, а какому-то на социуме. Ну да, человеческому. Конечно, конечно. А вот эту вот историю про то, что то, что позволено мужчине, не позволено женщине. Вы это тоже все принимали? Я тогда не была крещена, я не понимала, что... Нет, я понимаю, но ведь это же позиция. Но это, вероятно, с большой любовью входило. Потому что была любовь грандиозная, которая, ну, она не имеет времени. Конца, конечно. Она не имеет конца. Она или есть, или нет, она жива, я понимаю. Любовь, вот на мой взгляд, да, это вообще, это никакой не химический процесс в клетках. Нет, ну это страшно стали говорить. Это никакая там, не тяга, можно сказать. Любовь, это вот какое-то существо. Абсолютно. Которое вместе выращивается. Которое вместе выращивается. Абсолютно. Его очень трудно убить. Если ты ее, вот я так чувствую, убил, вот специально, то это все, это будет дальше катастрофа. Нет. Потому что любовь, как сказал апостол Павел, никогда не перестает. Ее убить нельзя? Нельзя. Можно добить свое отношение, можно добить себя в этой любви. А она, она никуда не денется. Почему же тогда люди разводятся, живут долго, много лет с другими людьми в других семьях, и все равно они, откуда она тогда так сохраняется? Этот конфликт характеров, а главное любовь. Поскольку она от него и зашла, она к нему и уходит. Она не изменяется на земле, только надо это увидеть. А для этого надо пригасить свое я, пригасить свое. я так хочу, я так буду. И представить себе просто, что этот человек, у него есть целая жизнь, чтобы это исправить. А это можно исправить? Конечно. Потому что главное достигнуть очень простой вещи. Очень. Я это услыхал от одного великого человека. Он построил тысячу храмов, часовен, он был три раза на Эвересте. Конюхов. Федор, да? Федор Конюх. Он 160 дней один на один с океаном. Что это такое? Представьте себе. Один на один. Это невозможно представить. Что для вас самое главное? Он сказал, он немножко так, говор у него такой, да? Русский. И он говорит, не убедит никого. А что? Я предстану перед Христом, я ему сейчас выложу все свои часовни, храмы, все эти мои походы туда, на воздух, на шаре, тут. А за мной будут стоять ряд людей длинных, которых я обидел. Так что ему надо от меня? И вот он говорит, из всех подвигов, которые можно, первое, пост, легко, второе, молитва, научиться можно, третье, любить. Вот это просто, бывает невозможно на земле, правильно? как и говорил Достоевский, что легко любить все человечество трудно соседу по квартире. Очень, это правда. Очень трудно, да. Поэтому вот это вот с этим основная работа. Екатерина Георгиевна, спасибо вам большое. Мы всегда, по крайней мере, вот девочки, мы ищем какие-то точки опоры. И если есть человек, который что-то знает, чего не знаем мы, и у него можно спросить, и он расскажет. это великое дело. И спасибо вам за это огромное. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня очень модно говорить о феминизме и эмансипации. И кажется, будто люди забыли, что тысячелетиями прекрасно обходились без этого. Екатерина Градова говорит о том, что знает не понаслышке, а из собственного жизненного опыта. и поэтому я верю в ее правоту.